Рада приветствовать вас, любители искусства! На ваших экранах программа «Культ-туризм». Меня зовут Юлия Матвеева, приглашаю прогуляться по культурному городу Курску. Субтитры создавал DimaTorzok На вывоз старинного издания у гражданина Украины разрешения не было, декларация отсутствовала. Объяснил, книгу взял у знакомой, а ценности дореволюционного издания не знал. После экспертизы Шекспира признали культурной ценностью и федеральной собственностью и передали на хранение в библиотеку имени Асеева. Кстати, этот экземпляр в секторе редких книг станет вторым. Подобное издание уже есть, но специалисты отметили, это не умаляет ценности находки. Для пользования данной литературой обращайтесь в отдел краеведческой литературы, где открыт читальный зал для выдачи из фонда редкой книги. И сотрудник этого сектора предоставляет издание для пользования, но при этом используются специальные перчатки. Использование такой литературы, оно предусматривает в присутствии сотрудника библиотеки. Сотрудники Курской таможни подчеркнули, незаконно культурные ценности через границу не пройдут. Не секрет, что таможенники часто сотрудничают и с музейщиками, передают ценности, изъятые у черных копателей. Но за предметы, о которых мы поговорим сейчас, можно не волноваться. Дело в том, что еще лет сто назад курские крестьяне обнаружили захоронение вельможи, очень высоко поставленного князя, уточняют историки. Количество украшений, найденных в гробнице, буквально поразило исследователей. Сегодня все золото правители находятся в оружейной палате. А археологи не оставляют надежды раскопать его усадьбу. От места захоронения всего один километр. Эта территория во времена так называемой Черняховской эпохи была заселена очень густо. Еще одно подтверждение – это поселение. Его протяженность – порядка 700 метров. Здесь располагалась ремесленная зона. Главное доказательство – горные. Но служили эти печи, скорее всего, не для металлургического производства, а для ювелирного, потому что шлаков не так много. Зато есть обрезки серебряной фольги, оплавки, медные, различные цветные металлы, льячки, формочки. То есть это вот то, что идет в слой, это четко нам показывает, что здесь находилась как раз ремесленная зона. Ремесленники были людьми зажиточными. Под толщей земли обнаружили немало изделий из серебра. А еще осколки стеклянной посуды, позволить себе которую мог далеко не каждый. Горшки, сделанные с помощью гончарного круга, облегчают датировку. Такими точно пользовались в 3-4 веках. Вот самая ожидаемая охотка, которая вроде бы тоже простая железная, но нам говорит как раз в гуннском времени о периоде начала эпохи переселения народов. Трехлопастная стрела, вот такая арамбическая. Она позволяет провести четкую параллель между поселением и захоронением. А значит, дальнейшие работы могут пролить свет и на княжескую историю. А это уже Курчатовский район. Совсем скоро на этом месте вырастут хозяйственные постройки Курской АЭС-2. А пока же это археологический памятник федерального значения. Люди здесь жили еще 5000 лет назад, в эпоху бронзы. Последнюю деревню снесли в 1980 году. Так что находок земля хранит немало. В их числе и практически бесценные. Например, этот серебряный динарий, император Дидий Юлиан, чей профиль отчеканен на монете, правил в 193 году всего 66 дней. С римскими императорами 2 века вообще начало новой эры. Там много печальных историй, разных и интересных. Ну, конкретно, вот этот император был первый, который купил свой престол. Но, в общем-то, проправил он недолго, не смог расплатиться с педиторами и погиб. А вот и еще одна удивительная находка – захоронение. Скелет человека обнаружен в яме, лежащего ничком. Такое впечатление, что туда сбросили. Вещей при нем нет, поэтому что это за индивид, кто это, откуда он взялся и так далее. Это все еще постоит выяснить там. Погиб человек, скорее всего, в 20 веке, в годы Гражданской войны или Великой Отечественной. Но подробностями смогут поделиться уже антропологи. А теперь о современниках. Columbia Pictures не представляет. Universal и Paramount тоже ни при чем. Сережкино – наш курский ответ Голливуду. Режиссер Сергей Малихов завершает съемки картины «Что меня ждет». Почти сотни актеров, профессионалов и тех, кто самостоятельно постигает систему Станиславского. Почти два десятка помощников за кадром. Моей коллеге Юлии Комкиной, как киноману, было интересно постоять за спиной режиссера и увидеть изнанку творческого процесса. Вот это жизнь, вот это кино на все времена. Когда-то в Меньшова не верили, как не верит Москва слезам. А вылилась это в «Оскар». Звезда советского режиссера, как маяк для Сергея Малихова и его Сережкино. Итак, сотни раз. 23 съемочных дня, десятки эпизодов. Пазл под названием «Что меня ждет». На этот риторический вопрос все-таки попытаются найти ответ в четырех новеллах. Первая – про наркоманов. Вторая – история о женщине, потерявшей ребенка. Третья новелла расскажет о расизме. Четвертая – об инвалиде, который больше не может играть в футбол. Модный жанр – кино, как лоскутное одеяло. Все кусочки сшиты нитями, незаметными сразу. Они все связаны. То есть, грубо говоря, там идет девушка, у нее мальчик инвалид, она идет с инвалидной коляской, пробегает мимо парень. Он вроде бы просто пробежал. Оказывается, ее брат там, допустим, поставляет там партию наркотиков человеку, который пробежал. А так и не скажешь, что это только на камеру. Настоящие спортивные эмоции. Все в этой ленте по Станиславскому. Главное – уложить чувства в рамки кадра. Не лицом играешь, не грустно там, не весело. А внутри ничего пустое, как пробка. Ты изначально чувствуешь все это дело внутри, а потом это проявляется на твоем лице. В отличие от усталых лиц там, которые… да, ты должен жить этим. Каждая секунда тебе приносит колоссальное удовольствие. Дмитрий Сопов. Запомните это имя. Возможно, в скором времени вы еще встанете в очередь за автографом. Пока начинающий актер скромничает, но уже грезит о будущей премьере. Очень будет приятно видеть себя на большом экране, свое лицо. Будут хлопать. Будет приятно. Операторы трудятся, не жалея живота своего. Буквально. Ведь именно их глазами зритель увидит кино. Побывать на премьере фильма «Что меня ждет» можно будет в конце года. А впереди долгий пост-продакшн – редакция, монтаж, озвучка. В технической работе поможет хлопушка. Я отвечаю за синхронизацию видео и звука. Потом, когда при монтаже фильма совмещается звук и видео, чтобы режиссеры и монтажеры не мучились, они совмещают звук хлопушки. Он намного громче, и его уровень выше, чем звук голоса и остальные звуки. Это четвертая лента Сергея Малихова. Ранее были «Мила» на тысячу лет, «Босоногий ветер». Фильмография пока не длинная, зато глубокая. А сам режиссер попал на популярный портал «Кинопоиск». А может, и до Голливудской аллеи славы недалеко. Больше двух книг за день. Такой рекорд поставила волгоградская школьница. В Курской области тоже есть свои рекордсмены. Так, пятиклассница Полина Татаренкова за учебный год прочла 250 книг. В регионе идет второй этап всероссийского конкурса «Самый читающий школьник». Почему летним приключениям наяву ребята предпочитают литературные путешествия в компании выдуманных героев, узнала наша съемочная группа. Девочки, очень интересная книга. Очень хорошо, что вы ее выбрали с полки. Эта книга была специально издана к 70-летию Великой Победы. Здесь настоящие рисунки детей, которые пережили войну, воспоминания. Конечно, они знают, что выбирать. Ксения Ворсина и Оля Демешкан – настоящие литературные гурманы. Самостоятельно осилив первый томик в шесть лет, сегодня девчонки с книгами не расстаются ни на секунду. Мне интересно узнавать судьбу героя, учиться на его ошибках, чтобы не повторить их в своей жизни. Мне нравятся книги фантастика, нравится книги читать о животных. Вот последнюю книгу, которую я прочитала, это была книга «Альма». Рассказывается про бездомную собачку. Например, я помогаю бездомным животным. То, что, например, многие люди этого не понимают. Современник Леонид Сергеев и классик Александр Пушкин, поэт 20 века Сергей Есенин и американский прозаик Джек Лондон. В своих предпочтениях Ксюша избирательно, но непривередливо. Чем больше книг, тем шире кругозор. Поддерживает соратницу и Оля. За последний год шестиклассница прожила более 200 разных жизней. Вместе с героями, которые встретились на страницах. Любовь к путешествиям, приключениям и хэппи-энду зародилась благодаря первому литературному другу Буратино. Сегодня знакомство серьезнее, так же, как и проблемы, которые решают персонажи. Там тоже Дубровский идет на все жертвы из любви. И он хочет отомстить за смерть своего отца, и чтобы его любимая женщина полюбила его. Чтение развивает нашу речь. Мое чтение – это мое любимое занятие. Ну, тоже я гуляю там с девочками. Но чтение для меня главное. И таких буквоедов в Курске больше 32 тысяч. В первом этапе конкурса приняло участие 300 человек. Шесть ребят названы самыми читающими в регионе. Это уровень. Это говорит о том, что дети интересуются чтением. Причем мы на основе, пока подсчитывали голоса, мы смогли сделать вывод, что дети читают не только по программе, они читают также и то, что им нравится. Это и отечественные, и зарубежные авторы пользуются популярностью. Курские авторы – Евгений Носов, Константин Воробьев. Второй этап конкурса продлится до конца августа. Включайтесь и вы во всероссийскую литературную волну и помните – чтение для ума – то же, что физические упражнения для тела. «Головы мне своей не снести, но бессмертен в веках буду я» – пророчество, адресованное Пименом Карповым самому себе. В Хамутовском районе прошли литературные чтения имени писателя. В селе Турка на старом кладбище у могилы земляка собрались те, кто неравнодушен к слову и своей истории. Старый деревенский погост. Редко кто заходит сюда. Разве что на Пасху приезжают родственники. Но Нина Кудланова, внучатая племянница Пимена Карпова, ухаживает за могилой дедушки. Приходит сюда пешком из соседней Амони, несмотря на возраст и болезни. Я помню дедушку. Приезжал он каждое лето. Любил он по полям ходить, цветочки собирать. И нас любил. Любил крестьян, потому что сам вышел из земли. Родился в бедной семье, сам научился грамоте. Под псевдонимом Ганимый писал в курские газеты. Потом пошел в Москву пешком, без денег. Но с мечтой. Мечта не сбылась. Много пишущий, но почти неиздаваемый поэт бесстрашно обличал и власть, и интеллигенцию, которая, по его мнению, духовно грабила народ. Пимен Карпов страдалец. В каком смысле страдалец? Да, он посиживал в тюрьме, он все время голодный, но он мечтал об этом в солнечном граде. У него и в стихах это неоднократно прорывается. Да, к свету, к свету, но свет все время обрывала тьма. Три зари, пламень из глубины, русский ковчег, кожаное небо. Всю жизнь Карпов стремился к светлому граду. О нем писал в своих произведениях. Такими вот словами, необычными, порой резкими, порой угловатыми, но очень точными. И поэтому мне его творчество нравится. Николай Балабай – один из трех победителей конкурса имени Пимена Карпова. Писатели говорят, не было бы никаких чтений, если бы не редактор местной районки Николай Шатохин. Именно он 20 лет назад вытащил имя Карпова из забвения. Николай Евгеньевич, 20 лет вы уже проводите карповские чтения. Конечно, это время подводить итоги. Что было сделано за это время? Да, это подведение итогов, конечно же. Потому что когда мы задумывали с моим коллегой Виталием Ковалевым, это наш местный хмутовский уроженец, и мы с ним как-то решили, он предложил, я согласился проводить карповские чтения. Но когда мы об этом договаривались, то, конечно, ни он, ни я не думали, что мы дождемся, он не дождался, он уже умер, хотя моложе меня, дождемся 20-летия карповских чтений. Поначалу, возможно, они были более многолюдные. Теперь мы ограничиваемся своим кругом литературной и другой общественности района, курских писателей. Но зато волны от карповских чтений разошлись, как круги по воде, уже очень далеко. Разошлись в каком плане? Пишут журналы, пишут, говорит радио. Но иногда, вот знаете только вот какая вот, извините, вот комсомольскую правду читаю в вчерашнем номере и называют Пимена Карпова Петром. Но это, понимаете, или это от невежества, или от невнимательности. Так что и такие бывают круги. Многие уже защитили диссертации. Ну и вообще, как говорится, Пимен Карп, он на слуху, на слуху. Вышел двухтомник. Спасибо администрации Курской области в первую очередь. Все это время вы занимаетесь организацией карповских чтений. Вы очень внимательно, детально изучаете творчество писателя. Кем он для вас стал за это время? А вы знаете, чем больше я занимаюсь им, тем меньше я о нем знаю. Для меня это вот авторитет, образец, пример, как надо. Правильно вот выступающие на чтениях сегодня говорили, что вот он шел вперед. А очень сложно ему было идти вперед. Ругали его. Вышел Говор Зорь в 1909 году. Первый его труд – это сборник памфлетов, где он ополчился на интеллигенцию. Вот интеллигенция. Помещики-капиталисты грабят народ материально, а интеллигенция грабит народ духовно. И как на него все ополчились. Чем его только не обвиняли. Вот он был такой. Его, он шел к Горькому, а Горький жил в особняке в двухэтажном, престижном районе, пролетарский писатель. Он шел к нему, его не пускали там слуги. Он прорывался. К Блоку пришел. Жена Блока решила, что это трубочист грязный пришел. Ну, рабочий был, работал. Вот, натравила на него овчарку. Но, тем не менее, к Блоку попал. А что им в нем нравилось? Вот человек, который откроет книгу Пимена Карпова, что он, простите за тавтологию, откроет для себя? Что он там найдет? То, что ищет. Если вы, я вам уже сказал, что если вы откроете пламень, то, может, вы ее и закроете. Хотя там, понимаете, другой курский писатель Николай Шадрин сказал, почему эту книгу пламень не снимают? В нем столько огня, столько действительно пламени. А, скажем, его воспоминания из глубины. Но это, во-первых, взгляд свой на писателей всяких. Вот Грина мы знаем. Кто такой Грин? Это Алый Паруса. А это был алкоголик. Да, Александр Блок тоже пил очень сильно. А он их показывает такими, какими он есть. Пару лет назад мы здесь же в Хомутовке с вами разговаривали, и вы сказали, что вы устали, и не знаете, сколько еще карповских чтений потянете, скажем так. Какие сейчас у вас настроения по этому поводу? Настроение как? Вот экватор уже пройден. Дай Бог здоровья. Но в следующем году нам надо провести, потому что это 130-летие со дня рождения Пимена Карпова и 110-летие начала его творческой деятельности. Поэтому по неволе, а там как Бог даст. Спасибо. Ну а в следующей рубрике мы поговорим о портрете Виктора Павловича Кочубея, написанном Францем Крюгером или художником, вышедшим из его мастерской. В Курскую галерею эта работа попала как передача из Центральной закупочной комиссии. Но попала, как нам кажется, не случайно, ведь Кочубеи были в родстве с князьями Борятинскими. Погрудное изображение немолодого человека со значительным и суровым лицом. На нем сюртук, украшенный орденами, в их числе и награда за 40 лет беспорочной службы и орден святого Андрея Первозванного и святого Владимира Первой степени. Князь-граф Виктор Кочубей, представитель старинного украинского рода, правнук того самого писаря Кочубея, которого казнил Мазепа. Он состоял в родстве и с русско-украинскими меценатами и просвещенными людьми по фамилии Безбородко. В царствовании Александра Первого, а затем Николая Первого, Виктор Павлович занимал множество ответственных и важных постов. Был и министром внутренних дел, и председателем Государственного совета и комитета министров, и канцлером по делам внутреннего гражданского управления. При этом в качестве вот такого полномочного министра всегда стремился к тому, чтобы сохранять и соблюдать интересы России. Вот именно таким гражданским человеком, и в то же время облеченным и наделенным большими полномочиями, изображает его в портрете автора этого портрета. Портрет пришел в Курское собрание как работа анонимная. Как правило, его обозначали как тип Крюгера. Но высокое живописное мастерство и характер полотна утвердили галеристов в авторстве самого мастера. Франц Крюгер был немецким живописцем, много времени проводившим при дворе и переписавшим практически всех представителей российской государственной власти, начиная от императора, заканчивая крупными чиновниками различных министерств и ведомств. Он был таким официальным придворным портретистом как при Прусском дворе, так и при Русском дворе. А во времена Николая I, мы помним, связи с Прусским двором были достаточно крепкими и тесными, и равно связи с прусскими художниками того времени. Немного суховатый, но очень честный портрет Крюгера идеально характеризует модель, наделенную теми же качествами – четкостью, ясностью, большой обязательностью. Помимо военных и гражданских орденов, на Осертуке Кочубея мы видим еще и овал. С портретным медальоном в рамочке, усыпанной бриллиантами и увенчанной бриллиантовой же императорской короной. Вот это та славная традиция одаривать верных придворных и верных слуг Отечества вот такой особенной наградой, которая не орденом-то была, по сути дела, а знаком личной благодарности и личной симпатии императора. Мы знаем, что таким подарком был в свое время наделен Иван Сергеевич Борятинский, когда в Париже Людовик XVI, незадолго до революционных событий, заканчивающему свой дипломатический пост Ивану Сергеевичу Борятинскому, подарил табакерку со своим портретом, осыпанным бриллиантами. Та же самая традиция была при русском дворе. Но только не табакерке, а вот такие жалованные портреты. О Кочубее много говорили его современники. Даже в пушкинском сборнике застольные беседы. Можно найти информацию об этом человеке. Причем очень разную, как обычно и бывает в застольных беседах. На этом я прощаюсь с вами. До встречи на телеканале СЕИМ. 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 СЕИМ.